Итак, доброго времени суток, народ! Здорово, народ! И сегодня у нас интереснейший тест. Интересный он, почему? Почему? У нас сегодня опять наша BigSino новая линза. Новая! Новая, новая, новая. Не забывай, что она новая. Кой-то, новая, какой-то линза. Самое интересное, что у нас был на FSA 15000 люм. Да, он уже много прочих чего был. Да, это старая его версия, это не обновленная, потому что здесь... Это 15000 люмин, 45 ватт на лампу. Здесь старый блок, как мы видим, здесь старый драйвер. Потому что на новой лампе драйвер поменяли. Он вот такой. Он побольше, помассивнее и с другого материала. Не, ну технически ничего не поменяли. Технически, по сути, да, ничего не поменяли. Да, только драйвер изменили в пользу того, чтобы он был более герметичный. Да, да. Поэтому вот, есть старый прекрасный вариант с гарантией в 2,5 года, который светит, ну, блин, вы сейчас увидите, как он светит. В линзе он круто светит. Да, да. В рефлекторе его нельзя. Единственный его косяк в чем? В том, что он очень, блин, он большой. Применимость его очень... Без крышки. Очень узкая. Самое эффективное без крышки. Но, в это его как раз таки огромный плюс. То, что его можно ставить именно без крышки. То есть, просто в подкапотное пространство. Почему? Потому, что огромный кулер до хрена нарезных вот этих штуках, которые грязь, которые вылетают. Больших дырок. И самое важное, это расстояние между непосредственно лопастями кулера и вот этой вот частью. Ребят, он весь светится, он весь просвечивается. Только вот в этом случае можно лампу с кулером ставить в подкапоточку. Но, сравнивать мы ее будем сегодня с чем? С обновленной версией, не версией, серией. Да, обновленной серией ламп. Носая, это Носа Н37. Н37. Вы его уже видели неоднократно. Во многих тестах. Классная лампа с большим кулером, которая не становится в подкапотку. Ни в коем случае. Почему? Можно. У него как ОФ5. Да пойдет, да можно. В подкапотку можно. Ребят, ставь, главное в туманку-то не пихать. В туманку, да. Скоро мы, кстати, его разыграем. Сейчас дотестим, допользуемся, насладимся по полной. И потом уже, бога ради, куда-нибудь. Он кайфовый, он реально кайфовый. Новая версия, классная версия. Большой классный охладитель. Две трубки. Большой классный охладитель, да, да, да. Ну да, ладно. Давай, давай, расскажи про охладитель большой классный, давай. Охлаждение. Не просто металлические, ой, металлические. Медные пластины, как в 15000 люм. Здесь стоит две трубки медных. Да. Плюсом в середине еще и две пластины толстенные. Там охлаждение, но внутри лампы сделано чуть-чуть хуже. Чуть-чуть хуже. Так он и слабее здесь, 45 ватт, а там 60. Да, да, да. И тесты показывают, что там вполне возможно и 60. Драйвер здесь, как я уже сказал, больше, но на новой версии лампы он тоже больше. Да. Просто они не успели прийти. Ну да, такой же. А это у нас тестовая модель, друзья, все нормально. Вилка такая же, да? Вилка такая же. Абсолютно. Абсолютно. Что еще у нас есть в отличие? Но, 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 плюс, она биполярна. Да. А у этой полярности есть. Да. Это когда плюс-минус есть, друзья. А биполярная, когда ей пофигу. То есть некоторые машины сразу же говорят, пока, мой друг. Не, ну 60 ватт, биполярка, в принципе, очень интересная тема. Очень интересная тема. Главное не в рефлектор, друзья. Будет еще отдельно тест. Там именно вот эти же лампы мы запихнем в рефлектор, покажем, как это светит по вашим просьбам, друзья. Но, в чем еще особенность? Здесь, друзья, пластиковый цоколь, и он фиксируемый. В одном положении. Там металл, и он не фиксируемый. Тут металлический цоколь, и он вращаемый. Прямо на все свои 360 градусов. Вы его можете прокрутить, перекрутить. Что хотите с ним делать? Да, ребят, что мы заметили. Вот эта лампа будет кайфово светить, если у вас реально лампа ставится вот просто в одно положение. Чипами с правой, с левой стороны. То есть, если у вас в линзе лампа как-то найская ставится, еще как-то... Он там хреново себя проявляет. Вот галогеновые линзы тому подтверждение. А тут, пожалуйста, крутите, обкрутитесь, что угодно, друзья. Но вот эта штука, я уверен, что будет светить. Ну, практически так же. Прямо вот, ну, практически, друзья. И переплачивать за вот эту штуку, ну, не знаю. Сейчас посмотрим, короче. Есть ли смысл? Ну, пойдем к тесту. Пойдем, да. Парнали. Итак, господа, ну что же, у нас скромный, замечательный, приятный, потрясающий, восхитительный тест. И другие эпитеты сюда же. Все, что восхитительно, превосходно и замечательно. Почему это все так? Потому что у нас два нафсая. Достаточно мощных, достаточно интересных. И сегодня мы выясняем, есть ли смысл переплачивать за нафсай, который N37-ой. Или, в принципе, можно поставить непосредственно нафсай 15000 люмен F03-F06 и, в принципе, довольствоваться этим. Да ярко, ярко, хорошенько. Давай покажем. Значит, у нас новая линза, друзья. Вот она, коита. Вот он нафсай 15000 люмен, защелкнутый, все, довставленный, как вы любите говорить. И у нас, друзья, вот такое вот горячее пятно. Идеальное СТГ. Идеальное СТГ, это, блин, не то слово. Ты посмотри, какая полка, да? Это посмотри, какой овал внизу. Ты подними, да, да, да. Да, вот, ребят, смотрите, идеальнейшее горячее пятно. Широченно, огромное. Снизу вот эта вот часть, ее не будет видно. Там уже, там, вот, смотри. Это досвет, это досвет. Да, 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 это вот, вот, фару, если закрыть, вот так вот фару, все, там нету ни хрена, там нету ни хрена, ребят. Но горячее пятно просто космическое. Заливка. Ух! Ты отсюда поползешь, да? А я провалился, кстати, вот там в снег. Итак, офигенно. Не, офигенно, ребят, просто космос. Ну, прям очень круто. Ну, прям, прям, о, блин, такая заливка и по деревьям. Ух ты, екарный бабай. Ну, прям круто, ребят, очень круто, очень-очень классно. Заливка ровнейшая, СТГшка, просто космос. Итак, ну ладно. Запомнили, зафиксировали это, да, друзья? Но теперь еще более мощный нафсай, да? То есть, если этот, 45 ватт, 15 тысяч люмен на пару, то там уже 60 ватт и 20, там что-то 2, 24 тысячи люмен. Но посмотрим, насколько они спрогрессировали. Или, в принципе, не стоит переплачивать. Берем 15 тысячный нафса и получаем вот такую штуку, которую вы видели. Так, друзья, ну, вот линза, вот Артем Евгеньевич, вон нафсай у нас сидит, защелкнутый. Все, это чтобы все было по-честному. Итак, что же мы видим? Артем Евгеньевич, покрутите, пожалуйста. Ну, вот поползла, поползла, ребята, поползла. Ну, честно, вот, ребят, ну, полка лучше, вот верхняя вот эта СТГ-шка лучше у нафса и 15 тысяч люмен. И нижняя тоже, темная пятна. Да, вот он, вот он, вон он пошел, отчетливо виден, да, замечательно. Не, яркость хорошая. Но света больше. Света больше, да, яркость выше. Но не так, чтобы прям на уровень. То есть, если мы брали и снимали, допустим, этот нафсай против F5C, то там был виден вот этот вот разрыв. Здесь, ну, такой именно кардинальной разницы нет. Да, света побольше, но есть погрешность вот здесь, в черном треугольнике. Соответственно, СТГ-шка нарушается, друзья. Ну, не верхняя планка, а нижняя. То есть, именно заливка чуть хуже. А так, ну, яркость довольно-таки хорошая. Очень даже неплохо. Так, друзья, ну что же, вы сами все увидели. Я, ну, я надеюсь, да, вы это увидели. И выводы делать можно. Нафсай 15 тысяч люмен. СТГ-шку именно по верхней полке дает более ровную. С чем это связано, неизвестно. Но факт. Нафсай 15 тысяч люмен дает более ровный вот этот полукруг горячего пятна, друзья. Это тоже важно, потому что это свет от вашего автомобиля, и он плавно распределяется. Очень классно, очень понравилось. Он яркий. То есть, это факт. Но, друзья, при всех этих плюсах, нафсай N37 светит дальше и мощнее. То есть, видно, что есть разница именно в яркости. То есть, яркость у 37-го нафсая выше. При том, что даже если мы учитываем, что есть вот это вот пятно, да, в середине СТГ-шки, то есть, оно в 37-м больше, а в нафсай 15 тысяч люмена оно отсутствует. Ребят, вот 37-й ярче. Вопросов нет. То есть, прям светит круто. Поэтому, ребят, ну, прям очень-очень классная тема. Мне понравилось. Да, мы не будем привозить 37-й, но нафсай, в принципе, ему не сильно проигрывает. Но в яркости проигрывает. Вопросов нет. Так что, вот такой скромный тест, дорогие друзья. Вам спасибо, как всегда, за просмотр, за то, что поддерживаете непосредственно нас. Нам всех благ, вам всех благ, удачи с вами были, Вовка и Артем. Мы еще покажем много тестов. Много будет и то, и то, и то, дра-т-те, дра-т-те. Но, я думаю, уже после вот этого теста вы увидите непосредственно розыгрыш. Друзья мои, будет непосредственно у нас стрим. Об этом будет озвучено в группе. Поэтому подписывайтесь на группу и не пропустите. Вот. И, соответственно, на этом стриме в субботу... Субботний же у нас будет стрим, да, Тим? Да, конечно. Субботний стрим мы посвятим целый вечер. Вместо съемок розыгрышу разыграем целую кучу призов. Поэтому, чтобы это не пропустить, друзья, победите что-то у нас забрать. Лайк, подписка, символ колокольчика. Ну и переходите, переходите, подходите, приходите. Про Автолет, Вовка и Артем ждем вас вновь на наших видео. Всем спасибо. Пока, ребят.